Снос незаконной рекламы на поток поставили в Нижнем Новгороде. В мэрии создано специальное подразделение, которое занимается поисками и демонтажом самовольных конструкций. За три недели с начала работы демонтировано уже 129 нелегальных баннеров. Один из них это рекламный щит на улице Родионова, который снесли сегодня. Мы называем это визуальный шум. Все-таки при разработке схемы размещения рекламных конструкций учитывается уже существующая застройка. И не всегда, а точнее чаще всего вот эти незаконные рекламные конструкции, они ставятся на таком неудобном месте и нарушают вот эту визуальную картинку города. Ну она где-то может быть лет 12, может быть даже чуть побольше вот такая штука. Была установлена эта штука. Я вам скажу честное слово, здесь-то конечно ей не место. Она должна где-то стоять вон посередине, вот там на лужавичке. А здесь по поводу хозяина конструкции удалось определить собственника, есть ли с ним контакты? Ну, проделали определенную работу, собственнику не удалось определить. Телефон, который указан был на щите, он не отвечает. И щит установлен на муниципальном имуществе. А упадет. А вот они с коляской пойдут. Вот эти карты давай. Сейчас, в 2019 году, по инициативе мэра города Владимира Панова, на базе нашего муниципального казенного учреждения, сформировано отдельное подразделение, которому поручено производить демонтаж незаконных рекламных конструкций. Самая лучшая мера по борьбе с незаконными конструкциями – это демонтаж. Вот если он у нас ее заберет, он возместит определенную сумму в бюджет, потом вдруг, если он вдруг поставит еще, мы сразу эту конструкцию уберем. То есть он в результате просто не сможет ее использовать, потому что в течение месяца или двух месяцев мы эту конструкцию можем брать несколько раз. То есть он просто ее не сможет продать. То есть она будет невыгодна ему.